Добрый день, друзья! Не добрый день во мне, другим. Подавчера остановилось сердце Эдуарда Багирова. Очень неординарная личность и неоднозначная. Такой мастер эпатажа, в хорошем смысле провокатор. То есть вот он умел вызвать реакцию. Жаль, он, конечно, украшал медийку нашу, хотя крайне редко появлялся с каким-нибудь интервью. Ну, крайне редко. Я один раз записал с ним беседу на радио Медиа Метрикс. Вместе с Олегом Дружбинским мы его расспрашивали. Он тогда обещал, как он, я цитирую, набить морду Дмитрию Быкову. Я так понимаю, что так и не успел. Как очень много не успел. Он не успел закончить роман, он не успел закончить ряд проектов. Он сосед Михаила Владимировича Леонтьева. Они во многом схожи по каким-то реакциям по организации внутренней. Михаила Леонтьева тоже будет не хватать, я уверен, как соседа. Да и многим из тех, кто его знал. Хотя, еще раз повторю, он был очень неоднозначной фигурой. Его обвиняли в русофобии. С тесаком у него была стычка такая, которая была выложена в сеть. Я его лично не знал, но когда его посадили в Молдавию за такую пророссийскую движуху, наши либеральные журналисты начали ликовать по этому поводу и фигачить его всячески. И я тогда, у меня еще был тогда блок на Эхо Москвы, меня быстро забанили по личному распоряжению Венедиктова, как мне объяснили. Но песня совсем не о том. Я написал там короткую реплику, обращаясь к коллегам-медийщикам, что вы, ребята, куда сидели, что ли? Это русский журналист, который сидит в Молдавии. Если у вас есть к нему претензии, вытаскивайте его оттуда. И здесь, я не знаю, судите, избивайте. Там он, кстати, Олегу Кашину морду набил незадолго до того, как присел в Молдавию. Но где же ваша солидарность, блядь? Ну, русский журналист. Это не важно, что он там, Багиров, рожден в Средней Азии. Он писал по-русски, был русским журналистом, несмотря на всяческие его русофобские высказывания. И после побега из Молдавии, Эдуард меня нашел, мне позвонил. Мы встретились и познакомились сочно. И общение с ним мне всегда было интересно. Не только и сирно. Вот я делал такой проект, Мулин Рушин назывался. Я помню. Политический ротический глянец. И Дмитрий Львович Быков писал. Да, да, и Дмитрий Львович Быков. А Михаил Леонтьев что-то не писал? Писал обязательно. Он работал в Ордионами тогда. Он был обязан писать. Владимир Леонтьев, мы один из ближайших, дружайших друзей. Да? Да. Поговорим о нем тогда. Мы очень любим. О нем тоже поговорим. Я Карлуша просто подвожу. И Быков когда представлял на страницах издания Орлова, он назвал его самым интересным поэтом «Землерусский» из ныне действующих. Ну, Быков любит такого рода эпитета, потому что Быков вообще человек пустой. Ох, вот. Я хочу заявить впервые в эфире, что я Дмитрию Быкову морду разобью при встрече. Это надо встать в очередь большую. Я в очередях не стою. Вот при встрече я расшибу ему морду просто его жирную. И он отлично знает, за что. Недавно, 8 марта, погибла одна из двух любимых женщин всей моей жизни. Поэтесса Лолу Льдова, небезызвестная. Да. Эта свинья написала о ней рецензию с какого-то хрена. Абсолютно пренебрежительного характера в эту новую газету. Просралось аж целой, блять, статьей. Ой, прости, Терм. Нет, это нормативный. И этот Дмитрий Быков написал о ней статью. Мало того, что он в шестом году брал мне интервью. Это не Кроунг был. То есть он писал, уже понимаешь, что... Мало того, что это подлец, я в шестом году брал интервью для своего собеседника. И тоже меня по-всякому показал, так как я не показывал. В смысле он... Он отселятина добавлял в мою прямую речь. Это удивительный факт. Это свинство абсолютное. Это очень странно. С тех пор я забыл просто его существование и никогда не вспоминал. Но сейчас разбилась девушка, 8 марта буквально на днях. Да, да, я читал. И эта свинья написала о ней статью, не зная о ней до... Ничего совершенно до этого дня, как бы написала ей статью в новую газету, за которую, повторяю еще раз, Дмитрий Львович получит по харе. Прямо сразу, как только я его увижу. А шансы к этому, сами понимаете, они совершенно точно есть. Можно воспринимать это как заявление и бежать сразу в милицию. Морду разобьют, Дмитрий Львович. Хамула и скотина. Ну, при этом... Поговори мне много о литературе. Нет, нет, мне хочется понять. Мы отделяем продукт от творца. То есть, отношение к Быкову как человеку я понял. Отношение к нему как к поэту, писателю... Дмитрий Быков поэт. Больше никто. Графоман, когда он пишет не поэзию, это сраный графоман. Яйца выеден. Он пишет абсолютно грамотно, кстати. Да, а чего? Мало ли, любой корректор пишет за 200 долларов в месяц грамотно. Все-таки не такие тексты. Нет, графоман совершенно пустой, никакой. Вы знаете, отличие, я пытался как-то читать Быкова, как прозаика. Да. Прочитав несколько произведений, я поймал себя на том, что я не помню вообще ничего. Их объединяет то, что вот как начал, вот закончил читать, ровно в эту же минуту не помнишь, о чем это произведение. И все это написано одним и тем же языком, про одно и то же. И, в общем-то, вспомнить нечего. Я даже название не могу вспомнить. Ты знаешь, мне захотелось за что-то защиту Быкова сказать. Это просто кальнул у меня прямо в самый бок, потому что произошло на днях, натурально. То есть, произошло пару недель, то, что этот засранец выкинул. Ну, в этот раз ему это точно не пройдет даром. Разобью морду. Вопрос действительно очень интересный. Личностные качества человека и творческая его составляющая. Ну, если мы вспомним Пушкина, там тоже было своих довольно много. Про Лермонтова. Да, Пушкина и Лермонтова ни один из нас за столбом с ними не сел. Ему много можно привести примеров из истории, когда человеку просто считали, что ему сразу надо бить в собаку. Моцарта хоронили, ни один человек не пришел. Да, это известно. Так вот, вопрос. Вот такой провокационный немного. А к себе ты как отношуешься? Вот ты как-то разделяешь в себе человеческую составляющую и творческую? Извини, Алик, я просто добавлю к вопросу, потому что все, конечно, говорили, что первое произведение, самое громкое, оно написано. Ну, собственно, и сам автор признавался, что это не просто автобиографический. Автобиография безусловно. А поэтому здесь вот этот вопрос, он многослойный. Вот тут это, вы задали такой самый простой на самом деле вопрос, потому что, во-первых, до Гастарбайтера у меня было около сотни рассказов уже опубликованных до этого. Это был роман из моей биографии. Во-вторых, когда мне было 20 с половиной лет, 20 с половиной, у меня уже за плечами было три тюрьмы, два этапа, хреново туча, там всяких этих взводов. Треть тюрьмы, ну, первое, то есть посадили здесь, поймали, когда арестовали. Матронская тишина, потом Пресня сразу после осуждения, потом этап. Этого пересылку, да? Да, московская пересылка, потом этап до Челябинской области. Я сел в Челябинском централе там месяц, потом меня довезли до зоны вторым этапом, все такое прочее. То есть, за два года, мне дали двушечку, 18,5 лет, я прошел уже этот весь путь, как бы, хапогу. То есть, поэтому, а приятно ведь то, что до этого тоже что-то было. Я бы мужевал, там жил год на Казанском вокзале, например, в 9-м зале ожидания. До сих пор, да, я думаю, ветераны отделения имеются 6-9 тогда, что при вокзале, но до сих пор меня отлично помнят. Там юморальная доска, там будет когда-нибудь? Я тебе заверяю. Здесь жил, творил и натворил. Она, конечно, там будет, но мы с вами этого не увидим. Я все-таки попробую достояние на своем вопросе. Насколько ты себе разделяешь... Спросить меня не вел, я когда-нибудь себя как гондон вел, конечно. И не раз. Так. Ну да, и всячески. Это нормально абсолютно. Я же писатель, я же не менеджер. Я не торговец сосочками от храпа. Я вообще не мысляю всеми категориями. Сцеплина какая-то. Сцеплина творящих, он распозиционирован как менеджер. Нет, ну... Человек, который запускает сейчас сайт русской литературы в качестве не менеджера. Мне просто повезло. Понимаешь, то есть, вот смотри, я возвращаюсь к тому, что ты сказал. Когда-то у меня было сценарное бюро. Оно несколько лет существовало, и оно было очень успешным до 2014 года, пока не развалился сам бизнес. Так вот, я, конечно, на радостях, когда это все запустилось и начало приносить нормальные и серьезные деньги, я на радостях стал всех собирать, своих ребят, как бы, да, и вот, давайте, парни, я вас привлекаю, пишем сценарий вместе, все вместе зарабатываем. Так вот, оказалось тогда, что писатели, любые вообще, хорошие, плохие, делятся строго на две категории в этом разрезе. То есть, у которых есть чувства киндроматургии, которые могут писать сценарий. И вот вторая часть, которой нет совсем. Не могут никак. Ну, типа Пришлина. Хоть убейся. Не знаю, я с Пришлиным не был знаком, он умер. Ну, в прошлый. В общем, у него был шанс, наверное... Ну, ладно, ладно. Вот, вот, это как раз к литературному менеджменту. К литературному менеджменту, наверное, нет ничего сложнее вообще, потому что среди писателей и поэты известно, что люди крайне ярко выраженные, каждый, безусловно, уникален, каждый, безусловно, с эго, и это эго, пожалуй, в 100% случаев оправданно. Да, то есть, это люди исключительные. И вот, чтобы их собрать, с ними разбираться, делать себе какие-то вещи, и как-то их организовать, и тем более ими управлять, это нужно быть кем-то, так вот, которому это дано. Иди поищи сейчас литературному менеджменту такого уровня, как, допустим, я. Я 20 лет этим занимаюсь, и эти парни мне верят, они со мной уже хрен знают, поскольку лет как-то я. Они готовы идти за мной куда угодно, потому что они знают про меня всё. То есть, ты чувствуешь себя как призвание педагога? Да никогда в жизни. И у меня даже мессианских поток никогда в жизни не было, как уж, что педагог. И это просто так вышло, я сам не ожидал, на самом деле, никто об этом даже не думал. Просто сейчас, недавно, у меня есть один товарищ, главный редактор одного журнала, который все знают, он такой трендовый журнал, и вот, когда я ему рассказал о том, что я перезапускаю этот проект, причём на свои деньги, абсолютно, да, то есть, он говорит, а в чём бизнес? Я говорю, ни в чём, это мои деньги, я буду тратить их всю жизнь, до конца жизни. Он вытращивал глаза и говорит, а тебе зачем? Я говорю, послушай, ты главред, да, как бы трендового журнала. А теперь, пожалуйста, ответь мне на вопрос. У этого поколения, для которого ты делаешь журнал, есть хотя бы один какой-нибудь культовый для них, один, не десять, один, писатель или поэт, который для них действительно является чем-то значимым? Он вытращивал глаза, открыл рот, просто опрел, вот так вдруг сказал, не-а. Я говорю, теперь понял, зачем мне это?